Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала, вы костя на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян, и мы сегодня не в полном составе, сегодня со мной Настенька, только и Мирончик спит в коляске. Сегодня такой интересный будет выпуск, но он необычный. Хочу сегодня в выпуске построить на машину душ и построить на машину дополнительные отсеки в багажник. Я не знаю, что получится, учитывая, что я не совсем, не совсем у меня руки растут оттуда, я больше рукожоп, вот. Ну, вроде почитал, посмотрел, поглазел, думаю, должно получиться. Ставьте лайки, пишите комментарии, погнали. Кто впервые попал на наш канал, у нас, значит, машина Multivan, значит, смотрите, что я хочу вообще сделать. Вот, сегодня у меня должен приехать на крышу багажник, не рейлинги, а вот этот, прям поперечины две. Вот, к ним, собственно, будет прикручен каким-то способом душ. Так, как буду делать душ, покажу, а в багажнике я хочу сделать следующее. Мы сейчас здесь используем такую вот полку, как стол, да, ну, в виде стола, точнее, это и есть стол. Ну, вот, так удобно получилось, собственно, по этим же размерам сделать специальную такую полку. Хочу, чтобы отсюда выкатывалась кухня. Вот, в принципе, у нас будет стоять, вот, получается, холодильник и туалет. Вот, сразу сделал, значит, замеры. Получается, мне нужна длина примерно 2,20-2,30. Такую буду покупать трубу. Ну, и, конечно, для того, чтобы это все реализовать, мы приехали в Леруа-Мерлен. Я думаю, что здесь мы сейчас все найдем максимально, и дерево, и трубы, и какие-то герметики, и переходники, и лейки, все, что нам нужно. Ну, по крайней мере, надеюсь, соответственно, все расскажу по цене, и как это все будет выглядеть, тоже все увидим. Сейчас также снимаем полностью размеры этого стола, будем на них опираться. Да, глаз отвык от этой красоты. Все стильненько, все так аккуратненько, все так здорово. Теперь берем, значит, бедешную лейку и просто шланг. 200 рублей шланг, 450, по-моему, вот эта лейка стоит. Смотрите, это будет выглядеть примерно вот так, но мы его будем ставить ближе к заднице, потому что вон там хотим делать именно душ. Вот. Итого, давайте я вам покажу, что купил. Смотрите, значит, труба, по-моему, на 2 метра. Вот. Дальше лейку. Я сначала взял одну, которую нам сказали, в итоге там лейка 2000 рублей стоит. Я пошел поменял вот это 400 с копейками. Лейка на биде. Просто так вот будем чик-чик-чик-чик нажимать. Вот. Нужно все работать. Значит, с одной стороны будет вот такая вот стоять. Заглушка. Точнее, нарастание трубы. И вот здесь же заглушка. Дальше. Естественно, чтобы все промазать швы, я взял вот такой вот герметик. Здесь прям так и написано, что системы канализации. Вот. Значит, должно быть идеально. Он прозрачный. Вот эта вот труба, она будет служить заливной горловиной. То есть, тут просто вот что, крышку снял, залил воды и закрыл. В принципе, за счет того, что есть резинка, она достаточно плотна. Так. Дальше еще заглушка. Это с другой стороны будет, собственно, сам удлинитель, да? Шланг, да? Двухметровый я взял. Был полтора метра. Сначала схватил, потом думаю, нет. Лучше все тут взять с опасным. Дальше. Вот такая вот херовина. Брался в Леруа. Поэтому вот тут есть артикл. Можете запоминать, если кому-то нужно будет такое. Вот она посоветовала, что нужно именно вот такую сделать. И дальше нарастается кран. Наращивается точнее кран. И уже к крану прикручивается вот этот вот шланг. А сюда уже непосредственно самолейка. Стыки взял вот такую ленту, чтобы замотать, чтобы нигде ничего не лилось, не сопливило. Вот. Все это дело вышло первый человек на 2000, второй на 400, ну, 2500, грубо говоря. Еще, в принципе, можно будет ее зачистить и покрасить. Но нам серый цвет идеально, в принципе, подходит под машину. Лето в самом разгаре, и на прилавках каждый день появляются все больше и больше разнообразных фруктов. Ну, и, конечно же, овощи, естественно, тоже есть. И знаете, пока мы жили на Кубани, мы ходили на рынке, просто покупали, и все, и особо не парились. Но сейчас мы приехали в Москву и решили, что нужно заказать себе прибор, который измеряет нитраты. Давайте распакуем. Soex NITRAT Tester 2. Эффективная защита от нитратов. Вот такая вот компактная упаковка. Посмотрим, что внутри. Очень приятная упаковка. Здорово, что идут сразу в наборе батарейки. Вы можете купить и сразу, в принципе, пользоваться. Ну, и, собственно, сам прибор NITRAT Tester. Ой, слушайте, насколько же он приятный к рукам. По ощущениям матовый черный цвет, конечно, здорово. Достаточно большой экран. Кнопочки. И батарейки. Твердый пластик. И, собственно, сама иголка, которая будет вставляться в овощи и фрукты. Давайте вставим батарейки. Посмотрим. Запускаем. Идет загрузочка. Измерение о компании, питании. Можно также выбрать язык. Какие языки здесь у нас представлены. Так, английский. И так, испанский. И русский. Вот, измерение. Нажимаем измерение. И здесь есть выбор, значит, абрикос, арбуз, банан, баклажан, виноград, груша, зелень, дыня, капуста, капуста П, кабачок, картофель, клубника, лук, репчатый, зеленый, морковь, морковь П, нектарин, огурец, персик, помидоры, редиска, салат, хурма, яблоко. И даже мясо. Детская норма даже есть. О, как, видали? Так, окей. Арбуз. Норма 60 миллиграмм на килограмм. Ведите шуб и нажмите окей. Мы вчера ходили на рынок и купили арбуз. Правда, куска не хватает, потому что Настенька не дождалась измерения нитратов. Съела сразу. Но мы сейчас ее удивим. Итак, выбрали арбуз. И втыкаем эту штуку. Смотрим. Идет измерение. Смотрим. 85. Незначительное превышение нормы. Ну что, значит Настенька не зря поела, я тоже поем. Он очень сладкий. Вообще, до августа мы арбузы никогда не покупаем. Но Настенька очень хотела, поэтому мы купили. Давайте что-нибудь еще измерим. В холодильнике только что я откопал нектаринку, поэтому давайте быстренько выберем нектарин. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот, смотрите, выбираем, значит, нектарин. Нажимаем ОК. Втыкаем его вот сюда вот. и нажимаем окей смотрите идет измерение парапам 56 содержения нитратов в норме нектарин тоже откусываем она вкусно кстати не очень еще что-нибудь найду нашел в холодильнике морковку выбираем морковь bounce 400 норма 400 миллиграмм в килограмме засовываем сюда щуп у это сделать не просто и нажимаем ok идет измерение я посмотрим 107 содержание нитратов в норме но что я хочу сказать прикольно на рынке сколько вот сейчас измерили все нормально самое главное я рад за арбуз потому что как правило огромное количество нитратов у нас в арбузе в общем ребят сами на ваших глазах мы все измерили обязательно приобретайте такой тестер измеряйте чтобы покупать качественные овощи и фрукты я вам даю промо код на скидочку 10 процентов вот он и также будет в описании переходите заказывайте и пользуйтесь и самое главное покупать всегда качественные овощи и фрукты помимо того что соекс от российской производства так он еще и дает точность как будто вы отнесли фрукты какую-то лабораторию вам сделали там тест почти стопроцентный результат а еще решил переизмерить нитраты в арбузе я втыкал в сердцевину но мы же арбуз как бы так не покупаем мы как правило покупаем закрытый поэтому давайте вместе с вами сейчас воткнем в шкурку давай втыкайся вот нажмем ok и посмотрим видали красная 133 значительное превышение нормы то есть это о чем говорит если купить арбуз и здесь будет высокая норма то сердцевинку то можно съесть а вот ближе к шкурке уже есть как бы не стоит ну сами все видели но теперь буду приступать непосредственно собирать эту конструкцию все швы промазываем герметиком вот и первое сейчас начало хочу сделать именно заливную вот это заливное отверстие за чаще подумаю я сначала думал разделить залив и вылив где будет заливаться вода где будет сливаться потом понял что нет я все-таки сделаю именно в одном месте это будет установлена в задней части автомобиля так берем значит заглушку и отмечаем нам надо чтоб еще раз пас получается зашел сюда так ну примерно я думаю что вот так я прорезал в принципе получается неплохо здесь с этой стороны есть вот резиновая как она правильно называется короче резинка уплотнитель да сюда все равно сейчас еще добавляю герметик и полностью его получается так вот и туда вдавливаю вот значит первый момент герметиком намазал теперь все это дело буду вот туда засовывать эту дырку ну смотрите эта часть у нас готова здесь герметики с этой стороны тоже вот герметик все хорошо здорово сейчас сюда делаем непосредственно кран тик это готова конструкция то есть здесь будет происходить слив воды кран тиком открыл вот так вот так как твердый хоп все вода пошла кран тик закрыл воду выключил точнее вот так вот наоборот вот собственно такая история теперь нужно абсолютно все конструкции вот эти промазать герметиком это магазине сразу подсказали игры только не внутри машки а снаружи получается вот эти вот места герметиком все это дело и соединяем и все сейчас по инструкции почитаю насколько нужно его оставлять до засыхания и потом будем проверять надеюсь ничего течь не будет так смотрите значит промазал вот эти все штуки силиконом вот теперь собственно соединяем кран и вот эту штуку шипс очень аккуратно равномерно и и по идее очень здорово вот тут вот тоже аккуратненько промазать силиконом заливная крышка сливная крышка мы их сейчас соединяем нужно тоже следить максимально правильно чтобы вверх как бы что было четко так все и бабах им максимально до конца вот все вот такая конструкция сейчас выровняю единственное что ну в принципе все вот этот шов я тоже думаю сейчас еще аккуратненько аккуратненько герметиком пройдусь и должно быть отлично ну в принципе смотрите маг готов все герметиком промазано осталось поставить его высушиться наверное поставлю его на 24 часа и только завтра буду проверять ну что вот и приехала мне посылочка вот такой багажник сейчас буду устанавливать он вставляется в родные пазы вроде как стоял он тоже на мультиване ребята тачку продали вот я у них приобрел их стоимость 5000 рублей бушная но достойном состоянии фирмы лукс или лакс как правильно читается так покажу вам немного значит вот в эти пазы устанавливается я так понял что за счет вот этой херовины зажимается и просто закручивается в принципе установка простая я хочу пока поставить их в заднюю часть здесь дальнейшем будет бокс на крыше и собственно душ а вперед потом еще докупить наверное одну или две таких вот и здесь что-нибудь еще тоже установим ну короче крышу займем по максимуму продольных у меня нету вот этих поперечинок ну наверное она и к лучшему поэтому буду устанавливать именно такие просто перемычки здесь оказывается на шестигранники здесь ключик на десять вот пазы вставил и все теперь надо ехать дальше я вот если честно даже не знаю на каком их расстоянии правильно ставить видимо еще зависит от того будет ли стоять багажник но багажник будет у нас чуть позже но то что они оригинальные конечно это классно вставляется в паз и четко прям резинка проваливается этот паз это конечно хорошо так все затягиваем ну собственно такая красота получилось были но мне нравится самом деле все сюда будет втыкаться этот бак бак душ и туда будет багажник лучше конечно прикольно да ты вот так вот смотрится я снова приехал в леруа для того чтобы мне купить прикрепление на этот бак тире душ вообще можно было купить даже вот такую вот здоровенную трехметровую и она диаметром конечно гораздо гораздо больше ну посмотрим ладно покатаемся с этим баком потом еще продадим его возьмем новый сделаем точнее новый хочу сказать что строить бусик это не дешевое удовольствие но очень интересное и конечно же хочется чтобы было все стиленько красивенько вот купил даже доску это будет наша такая летняя солнечная кухня чуть позже покажу прошли сутки герметик полностью застыл иду сейчас устанавливать вот собственно что касается этой полки я ее обрезал правда жрём не руки не совсем кривовато немножко получилось ну да и собственно дырки просверлил сейчас покажу что из этого будет ну вот собственно все установил вот так это выглядит со стороны теперь давайте по креплениям такие большие хомуты и здесь притянул значит перекладины тоже хомутом в принципе ну вот я так подергал подергал побил достаточно нормально посмотрим как будет в деле с этой стороны все аналогично и то же самое с этой стороны стоит крантик в дорогу собрались открутили шланг и перекрыли воду все это заливная горловина вот я пока я открыл и собственно сам шланг и лейка от биде почему от биде именно чтобы вода не постоянно текла а когда вам нужно вы ее включили сделали дело почему два метра чтобы можно было что-то делать возле земли посуду там помыть например и в принципе вот до этой стороны тоже шланг дотягивается достаточно длинный ну вот как будет в деле сейчас чуть позже покажу теперь переходим к веревке и к доске чем мы хотим сделать а вот еще точнее крючком смотрите вот сюда вот на крючках вот здесь вот чикс крючок мы 10 2 крючок будет спускаться так веревочка и вот здесь вот получается у нас будет такая столешница это же будет не такая кухон когда то есть будет газовая горелка здесь досточка там еще какие-то посуда на что можно было готовить чтобы дети особенно маленький не мог это никак достать дверь она всегда блокируется то есть я просто так не не толкнешь не катнешь вот это будет максимально безопасно сейчас покажу что получится посмотреть какая красота получилась вот она полочка то есть вообще для чего мой делать например достановился на заправке да ну где-то там чтобы стол не доставать чтобы здесь ничего не раскладывать чтобы как говорится в просторе сюда поставил газовую плиточку я не знаю хоть кастрюлечку дощечку что-то нарезал и все хорошо вот смотрите демонстрирую пятилитровая канистра вот так вот bounce и в принципе вот стоит нормально единственное что вот сюда вот на петле нужно что-то проклеить мягенькая чтобы не краску не сдернуть и соответственно сюда то же самое что-то мягкое нужно тоже сделать обязательно ну вот в целом это выглядит вот так мне кажется получилось очень круто вот здесь вот стянул плоскогубцами а здесь замотал изолентой ну и получилось вы пишите в комментариях как вам конечно бесконечно интересный процесс постройки купил сверло несколько фанер это для ящика и взял новые еще хомуты для душа фанеру который купил сейчас перекидываю в газельку родители поедут на газели поэтому вообще строить багажник будем на природе ничего хочу сказать на самом деле очень серьезно подорожал материал вот я купил вот получается вот эта фанера две тонкие две толстые одну длинную сверло хомут и вообще все вышло просто на 4000 рублей 3691 причем сам у них так цены написаны как так вот как не знаю в пятерке либо в магните цена одна на кассу под качеством ценники другие лучше как-то заранее наверное узнавать потому что я думал это фанера по 250 оказалось по 497 я сейчас еду за водой у нас здесь стоит колонка сказали родители что что подъедут много много набирать воды у них штуки 4 или 5 20 литровых канистр у меня двадцатка две пятерки и плюс бак который я установил на крышу посмотрим сколько заодно туда влезет буду измерять 5 литровыми бутылками так ну типа приехали вот она колонка не знает пусть тут вода не течет вот далее и все посмотрим пока разворачивал машину чтобы было удобнее заполнять бак подъехала еще одна мужик вышел с 20 литровым бутылками пошел наполнять ну явно до приезжают пьют первая 5 литров к залетела в трубу посмотрим сколько будет ну что готово вот так вот 22 литра сюда влезло 22 вот эту трубу ну считаю что неплохо как говорится первый блин комом на самом деле напор хороший единственное что нужно было вот это все дело герметиком потом проходить а изначально все стыки проклеивать клеем потому что от давления видите герметик весь отошел и вода начинает сочиться это не есть хорошо так не должно быть в общем можно засверлить просто саморезами но учитывая что есть вот такие вот как они заклепки сейчас засверлюсь вставлю заклепку и будет прям классно а не колхозненько такая штука остается что все готово смотрите вам покажу вот так вот заклепки смотрится сразу конечно классно вообще абсолютно все получаются стыки прошел заклепками и сейчас буду наливать воду будем проверять закрыли напомню 22 литра здесь ну вот теперь вроде все нормально ничего не отходит так и с этой стороны тоже все норм даже есть чуть-чуть будет подкапывать как бы это все ничего в принципе страшного это всего лишь вода пробуем помочь какой бодрый напор так закрываем сейчас подсадим шланг проверю так вот лейка проверяем так открываем вот так вот ну вот просто вот как в душ встал ничтяк и вот так вот моешься супер изобретение демонстрируем настеньке давай включай леечку не ну ты ооо и все у нас есть вода мама все сделал мама купаться идешь мыть тебя видишь как здорово вот почему именно говорил про беды и все а потом все попользовался а можно можно давай давай вот чук-чук-чук-чук-чук чтоб ноги не тратить она и нагревается потом все в путь собрался закрыл крантик и открутил да конечно давай ну собственно постройку душа я думаю что можно завершить со второй попытки меня получилось это сделать супер пишите как вам в комментариях ну задавайте вопросы может быть дадите какие-то рекомендации может кто-то тоже делал что-то подобное мне кажется вот это вот это будет очень нужная штука нам в путешествиях в стиле ванлайф я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока а а а а а а а а Продолжение следует...